Привет, с вами Игромания и Star Conflict! Сегодня мы расскажем о двух новых модулях, а также о кораблях, которые прошли спецмодернизацию. С них, пожалуй, и начнем. Улучшение получили два корабля девятого ранга и один пятнадцатого. А именно, федеративный штурмовик-заградитель Гиена, имперский инженер Стикс и командный штурмовик Ерихона Сворд-С. На Гиену поставили спецмодуль ODG Богомол. Это несколько модернизированный хамелеон. При активации модуль превращает ваш заградитель в невидимку, а также увеличивает скорость полета на 30%. При этом время работы Богомола на три секунды короче, чем у хамелеона. В итоге получился универсальный спецмодуль, который поможет как сбежать из горячки боя, так и оказаться в нужном месте в нужное время. Инженерный фрегат Стикс получил одноименных боевых дронов, то есть Стикс. Стиксы отличаются от обычных беспилотников тем, что восстанавливают вдвое больше щитов, а также в момент активации выводят из строя все вражеские устройства в зоне действия. Подвох в том, что новые дроны чинят щиты только одному, самому поврежденному союзнику. Эта особенность Стиксов серьезно ограничивает сферу употребления нового спецмодуля. В крупномасштабных PvP-схватках старые дроны спасут куда больше союзных кораблей. Однако, если вы играете в небольшом звене из двух или трех человек, Стиксы — самое то. Пожалуй, самый мощный спецмодуль получил командный штурмовик Сворд-С. Называется он диффузный щит Сворд-С. Да, судя по всему, конструкторы Иерихон и Империи решили не заморачиваться с названиями. Работает он так же, как и обычный диффузный щит. Однако при деактивации восстанавливает обычные щиты всем союзным кораблям на небольшом расстоянии вокруг командного штурмовика. С новым модулем на борту командный штурмовик превращается в совершенную машину поддержки. Теперь все его модули так или иначе помогут союзным пилотам. Единственный минус тот же, что и в случае с Гиеной. Время работы диффузного щита Сворд-С короче на три секунды. Чтобы собрать новые спецмодули, вам нужно, во-первых, иметь нужные корабли в ангаре, и, во-вторых, подтвердить сборку нужного устройства. Делается это просто. Всего-то надо нажать на кнопку «Собрать» в слоте спецмодуль. После этого откроются особые ежедневные задания, и появится возможность купить детали для сборки за игровую премиум-валюту. Учтите, одновременно можно заниматься сборкой только одного особого модуля. Теперь о совершенно новых примочках. Модификатор корпуса «Кристаллические пластины» доступен для любых кораблей с пятого ранга и выше. Он увеличивает сопротивление корпуса всем типам урона. Причем при получении урона сопротивление растет. Пластины будут явно к месту на звездолетах с прочным корпусом, а также на любом корабле, который часто оказывается под опекой инженерного фрегата с затмением. Однако, если вы летаете один или на хлипкой машине вроде «Перехватчика», от кристаллических пластин лучше отказаться. К тому моменту, когда враг докачает вам сопротивляемость до приятных значений, от вашего корпуса просто ничего не останется. Боевой универсальный модуль «Преобразователь энергии» можно поставить на любые корабли шестого ранга и выше. Он повышает сопротивление ваших щитов, а если батареи заполнены больше, чем наполовину, укрепляет щиты еще раз. Причем, чем больше у вас энергии, тем больше бонус. Нетрудно догадаться, что этот модуль лучше всего ставить на корабли с большим запасом энергии. Например, фрегаты или командные штурмовики. Однако «Преобразователь» имеет смысл устанавливать и на другие звездолеты. Только не ради сопротивляемости, а ради способности переносить урон на противника. Да, «Преобразователь» еще и так умеет. Работает это следующим образом. После активации модуля от вашего корабля по направлению прицела вытягивается специальный луч. Если захватить этим лучом корабль противника, он будет получать столько же урона, сколько и вы. Иными словами, вы получаете лазер, который наносит урон в тот момент, когда ведут огонь по вашему кораблю. Как вы понимаете, лучевая пушка, ионный излучатель или излучатель «Тилит» комбинируется с «Преобразователем энергии» самым замечательным образом. Другой неплохой вариант — использовать этот модуль вместе с «Фазером». Если сделаете упор на скорость снарядов, вам практически не придется брать упреждение по цели. Преобразователь энергии и кристаллические пластины можно собрать в мастерской. Расплачиваться придется кредитами, монокристаллами, а также контейнерами живых кристаллов чужих. На этом все. С вами была Игромания. Увидимся в космосе!